всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и сегодня мы ребят начнем проходить новую игру под названием creepy tale 2 есть и краткой игре то это жуткая мультяшная головоломка вдохновленная древнеевропейскими сказками ребят я уже проходил первую часть этой игры мне она очень понравилась и я надеюсь что вторая часть нисколько нас не разочарует ну что ж ребят давайте начнем играть погнали глава 1 незваные гости засиделся я пора бы проверить как там мои родные так ребят перемещение действия все понятно окей давайте осмотримся этим летом мы начали с отцом в лесу волшебный светящийся камень похожий на янтарь теперь это наш ночник но там мы видим еще медведя красавица медведь наделивший меня шрамом на щеке то есть и юный охотник вместе своим отцом половина шкафа забиты моим творчеством люблю мастерить из всего что найдется в лесу шкафчик с рукоделием которым заведут или не знаю зачем но она любит запирать его на ключ то есть мы открыть не можем да никак на дворе осень мое любимое время года время года слякоть дождь то время года но обычно всех лета или весна так ладно ребят давайте спускаться вниз наверно ларс пропал мой мишка вы уже с ним неразлучно когда мишка убежал мы играли во дворе в прятки он всегда забирался за колодец думал надежное место глупенький но сегодня его там нет сейчас мы вот ищем не волнуйся так его отец охотник с ружьем отец чистит ружье не стоит отвлекать его без причин дневник моей мамы она пропала пять лет назад и это единственная вещь которую мы храним по рассказам отца моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком все свободное время она проводила в библиотеке мы пытались расшифровать записи но мама писала на древнем языке которым еще в детстве научил мой дедушка что за язык такой древний и непонятно для вас какая-то магия не знаю так тут что у нас ничего на куда же делать снимать интересно ребята так мы во дворе давайте смотрим что здесь есть лопата это на это пеньке мы рубим дрова сколько себя помню он всегда стоял здесь мы с отцом любим построить во дворе вчера до победами не хватило всего лишь пара очков топорик знаешь можно порубить дрова еще гадкая ворона оторвала мешки голову как же заставить ее открыть клюв может стрельнуть так у нас топорик ну кинуть мы его точно не сможем нет ребят смотрю ли такая простая анимация дано очень приятно для глаз и смотрится все очень здорово я вообще считаю что главном игре не только графика но и сюжет так вилл нет ну первая часть не очень ребят понравилось надеюсь что 2 нас не разочарует здесь только тело мишки но понятно где голова находится так почему-то какие-то злые вороны тут сидят в нашем особняке так я обещал стрелкинки плюшевыми медведя наверняка он где-то во дворе ну да он в дворе мы знаем где он находится но так как когда нам с этой вороной разобраться я не знаю пока не смотри как наблюдает за нами тот ворон может надо использовать топорик так для комбинации а используя так мы его не можем так надо разбираться с вороной может использовать топорик нет это не то так ну ребят пока не знаю что сказать что делать что-то я упускаю не только комбинировать а почему-то так использовать нельзя возможно уже зайти домой там что-то придумать ну больше меня нет вариантов никаких давайте-ка зайдем домой только посмотрим может быть нужно просто общить его сестре так шкаф с нашими продуктами она взять сожалению ничего не можем да ребят игра головоломка по придется думать ты нашел мишку пока нет мишка наловчился играть в прятки но я обязательно тыщу его нет может как-то надо что-то дать вороне тем самым как-то совлечь какие-то продукты может быть так но можно еще наверх конечно сходить посмотреть что-то можно сделать но пока у меня никаких вариантов лук кстати стрелять по воронежу столько в крайнем случае не думая способен перехитрить негодницу на игру какими-то продуктами может быть поднимитесь наверх и возьмите сыр из мышеловки наверх так наверх 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 куда нам это виду здесь подняться наверх или нет так а топорик если мы используем ничего не произойдет нет оттенок сайт наверх из сыра из мышеловки к борт пола наверх 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 так вот что он стоит думаю вороне понравится кусочек сыра а мы сыр нашли вот здесь внутри ну хоть подсказка есть да это приятно конечно то есть ему долго тупим то нам дается подсказка что нужно делать это конечно приятно но конечно было приятнее саму разбираться может вот здесь надо положить скажем сырок использовать предмет вот сыр кидаем хоп и мы перехитрили ворон и взяли тем самым голову ну вот мишка на 1 осталось прижить голову на место так для этого нам нужно будет иголки да ха где их найти иголка и нитки нужны но по енер где-то наверху здесь потому что к предметам нас с продуктами так а если мы просто попробуем объединить все это нет 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 не то ребята надо думать думать искать может в ручке но нора по-любому нужно идти наверх возможно там что-то найдем можно взять это паутину паука нет где должна быть нитка с иголками но тут ничего нет ребят так ну мы взяли топорик в принципе для чего-то топорик возможно нам нужен только для чего я не знаю кто тоже использует предмет но предмет настолько топорик ключ к нету может таких сестренки подойти спросить она что-то нам подскажет или можно попросить тебя ключик от шкафчика можно зачем думаю продвинуть поиск мишки на несколько шагов вперед правда вот держи голове вот тебя смотрите нужно постоянно общаться другими персонажами буквально несколько назад мы никак не не контактировали а вот сейчас мы нашли ключики и сможем уже уже починить мишку капбол так давай капбол фулов хэндикрафт алисен чачки но вот открыли открытый рюкзак нитки теперь надо пришить все мы сделали так на счет управления посмотреть так мишка снова с нами пора обрадовать или управление давайте посмотрим потому что не совсем понятно так ага использовать предмет действий использует приметку использует предмет все ясно будем знать теперь как использовать предметы чтобы не тупить следующий раз уже она обрадовалась посмотри кого я нашел за повозкой сена передай мишки чтобы больше не общался с воронами спасибо спасибо сынок подойди ко мне слушаю отец аждается холодной ночь будь добр на коле немного дров будь сделана так теперь нам пригодится топорик так вороны таки сидят тут чего-то ждут а то воронам таки не села кусочек сыра так а полено где у нас лежит надо поискать наверно спира нужно выйти за пределы дома и тут найти травишек вот смотрите нашел а кстати дерево видимо опрокинул сильный ветер нет смысла уходить в лес срубленное дерево возле дома ну вот да у нас есть принципе несколько полен если бы точно 3 их должно хватить ребят так 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 давайте сейчас нарубим дров наколем точнее полено давай то ты что еще раз давай на она держать наверное да что такое а вот все понял как это делается надо просто не передерживать кнопку в тяжелый топор отец мечтает чтобы я стал гераклом остался снести дрова в дом и дело сделано ладно не прикольно тогда он падал с топором надо было смекнуть что надо вовремя нажимать кнопку ну так ребят сразу не поймешь конечно на срок это маленькая с механика игры ознакомиться привыкнуть не дело сделано молодец сын сложи дровницу камина все устал взрываем покончено теперь можно немножко отдохнуть ну давай наверно поспать надо мой любимый мишка я так испугалась что тебя утащили вороны обещай больше не про обещай больше не пропадать надо поспать нам дают подсказку что нужно подняться наверх и лечь спать что за шум а вот эти существа ребят знакомы мне элли не бойся я не причиню тебе зла ребят я помню эту девочку она была главным антагонистом первой части вот ребят ну блин походу существо убило их него отца черт это же я марта помнишь как славно мы играли в салки на прошлой неделе я пришла чтобы вернуть тебя в семью у меня для тебя подарок посмотри как сеят камушки ну ребят эта девочка очень плохая ну конечно может быть ошибаюсь но почему то я помню что в первой части вот была вот такая вот девочка тоже из-за которой было очень много проблем ладно давайте разбираться ты обретешь власть и станешь частью великого замысла выходи просто примере есть на тебе не понравится мы уйдем я обещаю а это ребят на какая-то магия будет если надо наденеть ее о черт ах какая приятная дрожь бежит по телу ощущая себя владычицей мира рада приветствовать тебя сестра но ведь и не единственный ребенок семье все верно у меня есть брат и это не очень хорошо она наверное сейчас захочет убить его превосходно где же он здесь прямо над нами вот ребята хрень полной бежать надо парнишка и он убегает ну что еще ему делать он спрятался в дуб creepy tail 2 ну начало ребят такое интригующе только не шуми это какой-то леший меня зовут полунь я ваш домовой а для общего удобства живу в дубле рядом с вами но наверно оберегает их семью но пока что ничего не вышло домовой я всегда думал что это просто сказки мой милый ларс мир полон волшебства просто она открывается не всем ларс избранный держи выпей отварщику и жи молости он успокоит тебя и передаст сил о не знаю ты точно хороший домовой кто напал на наш дом ох ларс случилось нечто страшное в наших краях появилось зло вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители с помощью диадемы был захвачен разум одной девочки которая начала собирать целую армию диадема моя сестра она только что надела ее темная магия теперь она теперь она на службе зла марта дороти а теперь элли с каждым днем наши дела становятся все хуже тайна кроется в бабочках именно они контролируют сознание лесных жителей одновременно пожирая их плоть изнутри что же делать как нас посетили ну ребята помню что с помощью этих бабочек можно вот как раз вот этих чудовищ как-то манипулировать управлять ими ну кто играл в первую часть наверно помнит это или смотрел мое прохождение ты видел гиганта сопровождавшего марту наверняка элли получит к себе и слуги нечто подобное просто прийти и забрать элли с собой не выйдет нам нужен план отправляйся в город найди моего братца живет он у портного даже помогает в шитье и по хозяйству толковый он и страшно любопытный уж точно знает побольше меня возьми ему гостиниц мой фирменный кекс с грибами это его любимое лакомство хорошо спасибо тебе полный был рад познакомиться буду ждать тебя вместе с элли да помогу тебе силы природы ну вот ребят про что я говорил в игре очень главный сюжет ну тут приятная прорисовка да ну конечно многие могут сказать типа не это тоже скажем так прошлый век но в игре все таки для меня вот лично привлекает сюжет сюжет пока что не нравится будем надеяться что дальше гранат не разочарует так это город я так понимаю да ну хорошо что там домовой помог конечно сейчас мы должны найти другого домового у портного так что у нас тут конец веревки выглядит ничейным и может его забрать нет 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 не получится никогда наверно надо как-то обрезать его каким-то ножичком но ножика у нас нет это какая-то таверна судя по вывеске да таверна ладно идем дальше рассмотрим странно видим кто-то сильно торопился раз оставил кувшин в такую ненастную погоду ну почему то смотрите мы сейчас проходим и все дома закрывают двери местные жители включают свет как будто мы несем какое-то проклятие и нас боятся судя по вывеске это домик портного надеюсь здесь будут рады моему визиту надеюсь ну что так это тут хламный кажется девочки посетили портного раньше меня да я так же подумал нужно хорошенько осмотреться домовой наверняка успел спрятаться ну вот ребят вижу сразу кошака и у него ключ на шее наверно как надо выманить этого котенка будет ну или кота кошку на котенка это вряд ли тянет да слишком большой кис 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 не бойся я тебя не трону спускайся сюда ага миска скорее всего надо молока налить любопытный камин так ну шаг наверху у нас есть кекс нитки замок какой огромный коготь похоже портной ответил нападавшим славным боем ну просто существо народ напали так ну смотрите мы взяли несколько предметов вот может как-то их объединить надо так не знаю давайте сейчас попробую так сделать тогда инвентарь что мы безпоследствия так ага у нас удочка удочка но удочка для чего нет 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 ребят надо думать камин думаю кого с легкостью разреза был холст его только зачем а ты пробуй дело делай дело замок так но надо думать 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 ребят но кекс на ровля тим и нет не хочет как кошку то выманить а у нас к это там еще нитка была на улице может там посмотреть что мы можем сделать письмо письмо от лесной феи адресован домовому проживающему портного в камине вот портной в камине она значит ага значит у домовой убежище надеюсь успел спрятаться вот ребят сейчас как идея по идее как раз разрезать эту ткань и посмотреть прячься там домовой только так домик домового нашелся вот только дверка закрыта на замок кошак нам нужен кошак а письмо почитать можно нет ребят давайте-ка посмотрим нет никак так у нас есть замок замок кошака мы никак не выманим да нет пока что это все бессмысленно значит мы что-то упустили на улице надо конечно все посмотреть доска а вот понял как это все работает все ясно надо начаться лезть туда нет мы доску взяли да интересно так там была какая-то веревка ну вот возможно мы сможем ее взять а вот смотрите кувшин хорошие я но за 5 кружку лучше находясь на крыше на крышу попасть и там скорее всего это молоко вот смотрите мы сейчас порежем и возьмем теперь нужно залезть и как-то наверх на крышу только я пока не могу понять как это сделать но нам нужно залезть на крышу давайте думать у нас есть доска были на крышу я так наверно не залезу забраться на крышу с помощью веревки неплохая идея но без груза на конце ничего не выйдет груз груз у нас есть замок как идея использовать замок как грузила да вот ребят ну тихонько превосходно с помощью этого приспособления может спиться и залезть на небольшую высоту ну вот ребят смотрите все у нас пока выходит мы с вами соображаем вроде бы нормально все получается давай зацепилась крепко думаю я рискнул забраться наверх давай парнишка полезно так теперь нужно перепрыгнуть сможем нет а ребята а теперь я знаю что использую доску которую мы нашли с вами 3 как все хорошо у нас выходит пока да перепрыгнуть тут можно и теперь надо взять пушины раскрыть стопу это молоко чтобы кошака заманить так вот крючок так еще нет все что у нас там есть давайте посмотрим молоко отлично ну все ребят мы разобрались с вами в принципе я говорю эту игру так смотреть все внимательно то головоломки пока что не такие сложные можно решить их и у нас все выходит пока сейчас мы кошака заманим молоком он нам даст ключик и ключиком этим скорее сможем открыть открыть дверь который прячется домовой кис-кис спускайся ответы вкусом молочка перепугалась бедняжка даже меня боится можно отойти просто как вариант с этим отошли зашли до кошак уже пьет молоко довольный спасибо за ключик ну вот все ужасы позади будь лапочкой позволь мне снять тебя ключик благодарю домик дома нашелся вот только дверка закрыта на замок но у нас же есть ключик да ребят решили мать и головоломки это очень радует ох ты он изранен смотрите враг настал его здравствуйте меня зовут ларс полу не велел оснать велел оснати хехе с ним все в порядке да он спрятал меня от погони и сказал что вы сможете помочь я должен спасти сестру не переключилась нечто ужасное ларс создание твоей сестренки захвачены диадемой боюсь просто снятию будет недостаточно полу всего отмечал свою храбрость сейчас на как никогда кстати даже мой хозяин храбрый партняшка проиграл битвы этим существам он славно набивал им пока но они вставали и нападали снова я попытался помочь но меня полоснули когтями и я свалился в подвал выходит девочки вид охоту нам мальчиков да их используют как инкубаторы для вынашивания личинок новых волшебных бабочек то есть мальчиков маленьких используют как чтобы эти бабочки были а эти бабочки стелялись в этих существ и этим существами управляли вот эти злобные девочки сам демон безобиден он прячется в пещере а всю грязную работу за него выполнять девочки нужно поторопиться ступай на восток через лес там ты найдешь пещеру но как мне уничтожить зло он умер черт проклятие кажется номер или неизвестно где в лапах зла а я сострял здесь отец я даже не знаю что с ним предлагает вернуться ларс соберись сейчас ты найдешь способ опустить лестницу отыщешь пещеру и спасешь свою сестру да ребят все закручивается странный механизм с рельсами возможно он взаимосвязан с лестницей да ребята все интересно но какое зло обитать пещере как она управляет этими девочки с помощью диадем это все конечно пока не ясно но по мере прохождения мы разберемся так мы вырубаем свет а там что светится там что-то светится так а подождите мужики с хотели бы дать может он оживет сейчас посмотрим нет он уже его не из не захочет есть часть руки дымового заменяет протез крюком на конца а что если это есть крючка выходу как там цеплять будет так пока не разберусь но надо разбираться что у него тут еще есть пока процесс идеально зашел пас механизма так теперь нужно знать что за что дергать да нет да блин не знаю а подсказка же было что синяя вроде так вот подсказка было что здесь когда мы там да чтоб тебя ну в чем дело тогда бы ребят не могу к пока понять можно пошевелиться нет где главном вроде все правильно с вами сделали до крюку надо установили а может вот так надо установить ты его и тогда сработает да точно и теперь надо наверно пошевелить не знаю так черт я не знаю ребят так зеленый синий понятно си нам нужен туда переместить так ну а как мы сделаем тогда желтый блин не могу понять может так черт его знает у нас крюков просто столько нету дерз добычу крюка у него больше их нету да блин и с этим то я ничего поделать не могу я не знаю ребят а вот смотрите цепанули так что там надо еще надо на желтый и зеленый да конечно мой тут придумал ты головоломку так дайте посмотреть черт надо сейчас нам цепануть будет этот зеленый так давайте сейчас зеленый западем и будем думать что делать нет надо еще выше наверно выше он не делался уже смотрите значит так попробовать верни получится нет получилось смотри-ка так и теперь что нужно сделать красный наверно нет поместить туда вода зеленый нахренеть что на головоломку примут домовой так и не собратишь может красный сейчас надо взять офигеть ребятному решили ту головоломку с вами но был конечно сложновато сразу не понять но все здорово а это кто такие любопытно сегодня случилось очередное исчезновение и вот кого я вижу на месте преступления я здесь по той же причине пустите я ищу свою сестру на мой дом напали монстры я успел бежать и вот теперь здесь в поисках ответов ах беда не приходит одна утром исчезла моя милая умница принцесса никто пробрался в королевский сад разорвал прислугу на части и похитил мою девочку но смотрите они собирают армию до из этих девочек даже у короля похитили его принцессу дочь они же совершают нападение на город мост им пролять девочки разум которых захвачен злом мальчик тебе известно больше чем всем моим слугам кто ты мой король меня зовут ларс я простой сын охотника лишь известно что зло отдающий приказы девочкам безобидно притаилась где-то в пещере я иду туда чтобы спасти мою сестренку твои слова и поступки достойны уважения да их рабы здесь тебе как я вижу не занимать ради своей семьи я готов на все молю отыщи мою дочь даруй полцарства все что пожелаешь злого короля но вот это ее портрет прошу мальчик найди ее блин отпадет она девчонка которую похитила его сестру хорошо я постараюсь на улице ждет карета я подвезу тебя до леса нужно спешить блин здорово ступай отыщи мою маленькую принцессу и помни добро всегда побеждает зло хорошо ну же подвиги ждут тебя ну такой король простой да пацана отправил хотя у него там есть рыцарь воин постой впереди наверняка множество опасности вот возьми мой кинжал королевский кинжал то неплохо спасибо мой король не пускают меня ну хоть бы дал бы своего рыцаря мне на помощь да нифига глава 2 в шаг неизведанная ну что ж ребят я предлагаю наше прохождение этой замечательной игры завершить здесь на этом месте и скажу следующее ребят действительно достойная игра я с большим удовольствием ее пройду ну а как вам ребят игра пишите в комментах мне интересно почитать но с вами был хакин подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока пока